Всем привет! Вы на канале Покажеварим, это воскресенье, и значит что правильно, мы начинаем его с обзора на какую-нибудь доставку. И сегодня, как мне показалось, довольно интересный вариант. Кто-то из подписчиков мне прислал. А вы присылаете мне предложение, на что снимать обзоры, я свожу все в табличечку, и это все не пропадает, когда-нибудь руки доходят. Так, ширпицы многие писали, но они до меня не возят, блин, это надо отдельное мероприятие придумывать, ехать в район Одинцова, чтобы снять. Еще куча там вариантов, которые мы когда-нибудь снимем, не переживайте. Так что пишите ваши предложения. И еще пишите, что вы едите под этот обзор, ребят. Это очень важно на самом деле, потому что я читаю комментики и разделяю с вами трапезу. Помимо того, что я на вас еще и с экрана смотрю вот это, порчу аппетит вам. Сегодня у нас доставка плова. Плов.com Хорошо оформленный сайт, прикольная доставка. Ребята занимаются, как бы, доставкой еды просто на поесть и кейтерингом. Прямо на сайте у них и написано. То есть они организуют мероприятие, чтобы там куча людей покормить. Мы заказали разные виды плова. У них еще манты, какие-то там свежая зелень. Все, мы это сейчас попробуем. А, ну и, конечно, лагман и, конечно же, еще и шурпа. Вот. Все это будет. Ждем. Лагман, это, конечно, классика, равно как и десерты от Cheesecake.ru. У меня к вам ежемесячное обращение. Обращение-хорошая новость. Имейте в виду, что именно с этого момента вы можете приобрести по офигенным скидкам десерты на Cheesecake.ru. Самое главное, конечно, не скидки, а ассортимент и вкус того, что Cheesecake.ru продает у себя. Мне не все нравится, сразу вам скажу. Но там есть такие феноменальные штуки, за которыми вот стоит погоняться, стоит приобрести. Всем советую приобрести пирожное шу, например. Или суфлейные вытекающие десерты из раза в раз говорю. Ну и, конечно, чизкейки, ребят, нет всяких сомнений. Чизкейк Нью-Йорк, это бомба, ребят. Тарталетки малиновые, это бомба. Но они, кстати, вам достанутся в подарок. Серьезно, если вы закажете вот 1990 рублей, то они вам в подарок пойдут. Четыре вот такие вот вкусняшные тарталетки. А еще и скидку 40% на весь ассортимент получите. Для этого просто промо-код по кашеварим10 надо ввести. Cheesecake.ru обожаю. One love, просто давай обнимашки иди сюда. Короче, заказывайте. Ссылочка на cheesecake.ru в описании. Промо-кодом пользуйтесь. Ништяки получаете, скидку получаете. И кайфуйте, конечно. Главное, не забывайте чайком запивать, потому что это все слишком вкусно. Обещали привезти за час 30, час 40. Привезли, по факту, за 2 часа. Небольшое опоздание. Ну и вообще, в принципе, долго. То есть надо заказывать, конечно, заранее, если вы хотите плова. Вот, из странных вещей. Не, я сюда подтянулся не потому, что тут что-то странно. Тут как раз прикольно. Очень интересная упаковка. Mad about plov. I wanna be plov. То есть они какие-то... Они используют какие-то лики популярных людей. Вот, типа, Че Гевары. Кто это? Вот, Софи Лорен, наверное. Стинг. Элвис Пресли. Еще какой-то мужик. Хрущев, что ли? Кто это? Непонятно. И какие-то их высказывания с пометкой plov. Hello? Is it plov you are all looking for? О, дядя-барабанщик какой-то. Plov.com. Ну, прикольно. Не, пакетик сделан любопытно. А странность, знаете, в чем? Я хотел заказать вегетарианский плов. А вегетарианский плов, это плов без мяса, как вы понимаете. Но, чтобы заказать вегетарианский плов, надо заказать 10 порций. И я что-то не решился, честно говоря. Ибо нефиг вообще мне столько порций плову заказывать. Вот. Я думаю, что это связано с технологией, что они в основном делают на мясе. Да? И для того, чтобы делать вегетарианский плов, надо новый казан разжечь, грубо говоря. Вот. Поэтому такое условие. Ну, ладно. Я не взял, короче, вегетарианский плов. Давай посмотрим, что у нас здесь. Давайте посмотрим по температуре. Ну, тут, в принципе, все хорошо. Смотри, вот такая вот упаковка. Фольгированные пакеты. И, вне всяких сомнений, там все должно быть как минимум тепло. Ну, вот максимум 44 градуса мы напекали. Это самса. И абсолютно все позиции упакованы в Viva La Plow. Смотри, Че Гевара у нас на упаковке. К чему бы это? О, а плов еще горячее. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. 49,7. Ну, 50 градусов. Все хорошо. Нет, ну, упаковано здорово. То есть, вот эта фольгированная упаковка, это, в принципе, решение. Это, в принципе, решение. Она неплохо сохраняет температуру. Так. Напиток теплый. Он лежал рядом с горячим пловом. Вот рядом с Че Геварой. Смотри, прикольно. Тут Битлз, тут Фредди Меркьюри. На напитки тоже Фредди Меркьюри. Нам положили на четверых приборы. Это соусы, которые я докупал. И дофига мало салфеток. Смотри, тут где-то 7-8 салфеток. Этого очень мало. Жан-Клод Лагман. Не, ну, ребят, с фантазией. То есть, вот, надо отдать должное. Они вот эти вот приколюшки всякие придумывают. Жан-Клод Лагман, это сильно, конечно. Так. На самом деле, плова-то у них не так много. Хоть плов.ком, но плов у них есть либо праздничный, либо ханский, либо вегетарианский. А еще, по-моему, есть плов и плов чайханский. Вот, я еще подглядел. Чайханский плов, это плов с бараниной. Равно как и ханский плов. Это тоже плов с бараниной. Я его, кстати, не заказал по какой-то причине. Вот. Он с бараниной, но там еще дополнительно добавляется конская колбаса. А мы, по-моему, конскую колбасу отдельно заказали. В общем, у нас вот такая вот путаница. Плов праздничный, это плов с говядиной. Вот он, да, упакованный. Смотри. С чигеварой. Это плов с говядиной. Жан-Клод лагман. Лагман это такой полусуп, да, у нас. Смотри, фольга и еще фольга. Это прекрасно. Лагман максимально горячий, кстати. Вот смотри, как они сохранили. Сохранили. Но это прям аж просачивается. То есть это очень жирная штука. Лагман он такой. И шурпа, кстати, также упакована. Тоже в фольге. Блин, круто. То есть фольга и еще в фольгерной упаковке. И температура сохраняется действительно здорово. Он прям, ну, он не теплый. Он горячий. 55 градусов. Огонь. Хорошее решение. Я над... Смотри, а закрыть... Открыть-то получается, а закрыть, чтобы не вылилось, уже нет. В чем физика процесса, я не понял. Много-много наложили, ребята, много. И самса с говядиной. Самса без какой-либо упаковки, в смысле, без подложки, она просто вот так лежит. А, тут сыр и зелень, и самса просто с говядиной. В интернете существует такое понятие вообще. Называется пловосрач. Это когда, неважно кто, готовит плов. Вот, серьезно, зайдите на любой рецепт плова. Что у Сталика Ханкиши, что у любого другого вообще вот блогера кулинарного. У меня там, да. И абсолютно под любым видео будут люди, которые скажут, что совершенно неправильно готовится плов. Это нормально, это называется пловосрач. И под этим роликом пловосрача будет еще больше. Потому что, скорее всего, я в чем-нибудь ошибусь. Барбарис, например, назову чем-то еще. И, в общем, и вот. И, например, окажется, что ханский плов, на самом деле, там не только добавляется конская колбаса. Ну, еще и обязательно даже на кинзайте. Еще что-нибудь. Ну, короче, куча нюансов. Поэтому сразу, ребят, кто разбирается в узбекской кухне, я молю вас прощения за сегодняшний обзор. Но просто буду пробовать ей говорить. И, как ни странно, начну я не с плова, а начну с выпечки. Потому что, мне кажется, она и так уже пострадала, находясь в конденсате, находясь внутри закрытой упаковки. Но, тем не менее, она еще осталась более-менее хрустящей. У нас две самсы. Одна самса привычная и треугольная, вторая в виде пирожка. Стоит, на самом деле, очень дорого, по 150 рублей каждая. В одной порции 100 граммов. Мы сейчас и проверим. Хотя вот с сыром и зеленью, вообще-то, 110 граммов должна весить. То есть, 210 граммов. У нас 204 грамма небольшой недовес присутствует. В самсе главное что? Главное, сочная начинка и вкусное хрустящее слоеное тесто, которое делается особым образом. Тест хрустит. Это уже зашибись. Но самса, конечно, очень дорогая для такого размера. Давай посмотрим, что у нас внутри. Внутри говядина, много лука. Смотри, да? Ну, начинки довольно неплохо положено. Хотя, для меня самса все-таки топовая. Она с бараниной. Я не знаю, мне она больше всего нравится. Потому что, ну, видимо, из-за жирности может быть мясо. Я не знаю. Ну, а так по начинке все гуд. Что же у нас с самсой сырной? Которая тоже стоит 150 рублей. Сыр написано, это брынза и гауда. Внутри, ну, видно, да? Вот беленькие вот эти вкрапления. И очень много зелени. Судя по описанию, зелень разнообразная. И даже там есть базилик. Вот это пойдет. Вот, кстати, я хотел повториться, что топовая самса с бараниной в магазине выпить в пекарне на Тушинской. Мы как-то снимали с Диму. Я аж выездную вставку сделали. Не обзор отдельный, а просто показали, где это находится. Потому что куча людей спрашивает. Вот. И, слушай, я последний раз брал у них самсу. И она хуже стала. Она стала хуже. Тесто чуть-чуть не то. Мясо меньше. Цена чуть выше. Я такой, да ладно. Но надо еще перепроверить. Все-таки она вкусная. Там рублей 65 она или 70 стоит самса. Она больше по размеру. И, в принципе, вкусная. 150 рублей для самсы это за гранью. Ну, должен респекнуть. Вот в плане того, какая вот эта самса. Прям респект. Она действительно клевая. Вот как я люблю. Прям хрустященькая. Очень сочная. Много лука. Много жира внутри. То есть, дополнительно явно к мясу добавляется, видимо. Либо курдюк. Нет, курдюк нет, потому что вкуса нет. Наверное, может сало добавляется. Или говяжий жир. Ну, то есть, оно прям такое очень-очень... Очень питательное блюдо, что ли, так. Отличная самса, но своих денег не стоит. 150 рублей для маленького пирожка. Камон, ребят. Чагивара бы не одобрил вообще. Какую-нибудь революцию бы очередную замутил. Сырная. Давай попробуем. Самса с сыром вообще странный продукт. Но я сыр люблю. А зелень темпача. Я сказал темпача сейчас. Вот это я старорусский, блин, включил сейчас. Очень вкусное сочетание. Шикарное вообще. Вот это вот сыры, зелень. Ну, то есть, реально вот... Все знают, что я зелень люблю. Мне очень нравится. Вот сыр шпинат. Вот эти вот сочетания. Мне очень нравится. Соответственно, сочетание того, что здесь, мне нравится так же, как и сочетание в любом другом блюде, где есть сыр и зелень. Это бомбически. Это вкусно. Но денег своих не стоит. Тоже 150 рублей. Ребят, фиг знает. Я не знаю вашего ценообразования, как вот это все работает в пловной теме. Я понимаю, что ручной труд, что довольно сложно делать самсу. То есть, это же надо вот раскатать. Потом колбасочку. Потом еще раскатать перпендикулярно. Это непростая тема. Но очень дорого. Для меня это очень дорого. Я бы покупать не стал. Если бы это было дешевле, такой бы продукт я бы есть стал. Потому что это хорошие представители самсыра. Сыр мне, пожалуй, понравился даже больше, чем с говядиной. Пям! Так. Ну, ладненько. Ну, что? Давай. Давай мы, знаешь, что? Вот что у нас там растеклось? Шурпа, по-моему, у нас растеклась. Нет, это лагман у нас растекся. О! Просочился сквозь крышку. Я имею в виду прям жирность. Ну, лагман, он такой лагман. А, это не лагман, это Жан-Клод лагман, ребята. Густой, ароматный суп. Вот все-таки лагман, да, я все время не мог понять для себя. И до сих пор не могу понять. То ли это суп, то ли это второе. Потому что очень, ну, то есть, это штука, в которой стоит вот прибор. Любой. Ложка, вилка, да что угодно. Вот что ты не вставь, в этом супе будет оно стоять. Понимаешь? Мужики, берите на вооружение. Вот. Короче. То есть, лагман то ли первое, то ли второе. Вот. Ну, вообще, наверное, формально это все-таки суп. Все-таки суп восточный и основа, конечно, лагмана, это лапша. Тянутая лапша, которая должна быть зашибись. Вот. Так. 452 грамма. А у нас 450 граммов. И плюс в описании. У нас есть информация, потому что какой-то соус должен быть. Соусы были. А один соус заказал я. Это аджика. Пападжика у них называется. Вот с названиями ребята, конечно, молодцы. И вот второй соус. Какой из них я купил, а какой из них к лагману и как его использовать, я не очень понимаю. Я, конечно, могу загуглить. Но надо понаить. Это, походу, и то и другое аджика, на самом деле. Итак, ладно. Лагман стоит очень дорого. 450 рублей. Я считаю, что любое блюдо, в котором есть лапша, оно не может стоить дорого. Потому что лапша это дешманская штука. Неважно, тянутая, самолепная, какая или барилла. Очень люблю бариллу, кстати. Вот. Все, где есть лапша, оно стоить дорого не может. То есть красная цена вот такому супу. У нас вот есть, кстати, ребята узбеки. Вот сделали кафешку. И там вообще все местные едят. Вот кто там, дворники приходят. Я туда прихожу периодически. Там и мантов взять. Вообще по дешману. Там что-то лагман, ну типа там 150 рублей. Вот прям вот он примерно так же выглядит. Ну, может, чуть поскромнее. Вот, понимаешь, вот цены. Ну, может, не 150, я не помню цену, честно говоря. Потому что лагман я вообще редко беру. Я небольшой его любитель. Ну вот, ладно. Ну, лапшу вы видите, да? У нас здесь еще что это? Что это такое? Сельдерей, что ли? Какого хрена? Он должен быть здесь? Сельдерей в составе еще дайкон. Вот, видимо, кусочки вот этой вот японской редьки. Тут у нас мясо. Баранина, кстати, используется баранина. Мясо есть. То есть тут, кстати, не то, чтобы прям есть, да? Не, мяса немного. Я что-то думал, тут мясо я наковыряю в каждой ложке. А нет, мясо тут, ну дай бог, там кусочков 10 я наберу на весь суп. Ну вот, в общем, морковка, сельдерей, болгарский перец у них заявлен, но я его не вижу ни в каком виде в супе. Это немножко странно, так быть не должно. Хоть как-то он должен быть. А вот, наверное, вот болгарский перец. Все окей. Давай пробовать. Очень густой бульон. Подается с острым соусом Юрия Лази. Вовсе не так уж плов. Юрия Лаза, что ли? Ну, то есть вообще, все мемасики 80-х годов и ранее ребята вспомнили. Красавчики. Так, что с бульоном? И опять-таки, я не знаю, какой должен быть гостовский лагман. Вот я не знаю. Вот, потому что я не взбуз... Потому что я не на Востоке родился, не мне знать такие вещи. Вот, ну, ребята... А, кстати, подожди, а кто? Чек, где Чек? Да, он, дай Чек. Кто у нас? Я надеюсь, не Ким. Опять этот... Куда я Чек-то делал? Там... Там было написано ИП, какое-то что-то. Ну, в общем, там явно какой-то парень, который разбирается в этом. Вот это все организовал и молодец. Так. Феноменально мягкое мясо. Очень ароматный бульон и жирный. Он прям жирный, как я. Вот такой же жирный бульон. Но я в плохом смысле, а он в хорошем. То есть, вот, ну, лагман уйдет. Слушай, это... Это вкусный лагман. Я вот, ребята, у нас узбеков вспоминал, которые здесь кафешку сделали. Там он такой унылый довольно. То есть, он какой-то неприятный. Скорее, неприятный. Скорее, неприятный. Но тут даже сельдерей в тему. Терпеть не могу сельдерей, а он... Подходит. Так, дай-ка... Виталя. Лапшички бахнет. Приборы, кстати, хорошие. Плотные такие вилки и ложки. То есть, ими можно даже что-нибудь есть. Потому что иногда привозят, блин. Думаешь, лучше бы не привозили. Тянутая лапша. Толстая. А ну. Ну, так сложилось, что я сегодня не завтракал. У меня реально сегодня завтрак был. Состоял из фанты. Мы снимали еще обзор на фанту. И поэтому я сейчас голоден. И мне этот лагман заходит просто на ура. Реально клево сделанный. И, пожалуй, из всех лагманов, что я ел, вот этот лучший. А я ел не так много. Поэтому есть шансы у других лагманов. Мне понравится. Я даже в какой-то степени пересмотрел свое отношение к лагману. Очень вкусный, ароматный такой. Кисленький, как надо, знаешь, такой жирненький, как надо, суп. И офигенно разваристое мясо. Но мало мяса. И дорого. Слушай, ну тут все дорого. Я не знаю. Что плов, что вот лагман. Это же такие недорогие продукты. Мука. Тут рис дешевый. Ну, то есть, это недорого. Я понимаю, например, вот помидоры. Не в сезон, да. Вот у них есть салат. Максимально простая штука. 150 рублей. Салат называется Айчичук. Порезанные помидоры, белый лук и красный базилик. Красного базилика я не вижу. Это очень странно. Но относительно этого салата хочу сказать следующее. Когда я открыл крышку, знаешь, вот как будто иногда просто такой в нос такой, знаешь, аромат пошел. А тут как будто прям апперкот такой. На, короче. Очень-очень ароматная штука. Тут явно, не знаю, чесночок, может, нет. Вот лук, помидоры, прям очень вкусные запахи. Свежие, летние, классные запахи. 150 рублей, опять-таки, для половины помидорки. Не, наверное, один тут помидорчик. Это дорого. Всего 100 граммов он должен весить. Ну, 100 граммов он, пожалуй, и весит. Тут укроп, лучок, нарезанный помидор и все. То есть, вот, кстати, красного базилика нет. Вот это вот, ребят, за соответствие уже оценку сниму. Помидор явно крутой. То есть, не зря он пахнет. Изумительные ароматы. То есть, вот это вот сейчас действительно аромат идет офигенный. Я спелые помидоры очень люблю. Честно, помидоры классные. Лук порезан крупно, никак не замаринован. Просто лук, посыпанный зеленью. Был бы здесь базилик, стал бы этот салат салатом и стал бы он интересней? Пожалуй, нет. Была бы здесь кинза, он бы стал интересней. Вот этому салату не хватает кинзы. Но это уже была бы тогда, наверное, грузинская кухня, да? Вот, в таком виде это неинтересно. Это не стоит 150 рублей. Но помидорам я просто кланяюсь в ноги. Они божественные. Они очень вкусные. Но как салат это неинтересно. Вот, ну лук реально хотя бы, вот, не знаю, немножко сахарку, там, уксуса. Чуть-чуть пожмакать его. Помельче порезать, потоньше добавить. Будет реально вкусно. Так это съел отдельно лук, съел отдельно помидор. Классно. От помидора получил удовольствие. И потом все это декомпенсировал жестким острым луком. Не пойдет, короче. Ну что? А не настало ли время? Нет. Время плова не настало, потому что он остывает у нас медленно. У нас настало время мантов. Я тоже за них очень тревожусь, потому что они могут испортиться. Посмотри, они целые. Ничего не протекло. Все как надо. Три штуки у нас должны весить 210 граммов. Здесь недовес. Минус коробочка где-то граммов 15. То есть тут довольно существенный недовес. Почти 10%. Три штуки плюс соус. То есть какой-то из этих соусов, видимо, видимо, относится к мантам. Хотя у меня ощущение, что я заказывал еще отдельно соус пападжика для себя. Ну что, ребят, манты отличные. Манты выглядят хорошо. Они не порвались. То есть из них ничего не вытекло. Все внутри. Но для меня все-таки соус к мантам это, наверное, сметана, ниаджика. У них даже на картинке нарисована сметана. Вообще вся вот эта вот пельменная история всегда заходит отлично сметана. У меня, кстати, еще одна боль есть. Хотите поделюсь? Мы снимали обзор на чебуреки и манты. Такие ребята. Весьма недурно возили. Ну, то есть там тоже не какие-то заоблачные истории. Там, во-первых, манты больше. Чебуреки они делают. Где-то вот в Капитолии они находятся. Мышленный обзор мне понравился. Ну, то есть там реально очень недорого было. Прям максимально недорого. И максимально хорошо за эти деньги. Гораздо дешевле. Тут три штуки. То есть по 100 рублей манты. Такая боль в том, что вот там вот манты, где я раньше заказывал, а я часто у них довольно заказывал, себе поесть для семьи. Потому что нам нравилось. Подорожало все, черт подери. Я понимаю рынок. Я понимаю. Но все равно они там, правда, дешевле, чем здесь. Там по 70 рублей манты стали. Но тем не менее, вот такая вот боль. Раньше было, конечно, прям кайфово заказывать. А сейчас такой думаю, блин. Все равно кайфово. Манты с говядиной тоже, не с бараниной. По начинке хорошо. Тесто тоненькое. Зеленушечка. Все как надо. Давай попробуй. Прям вот я хочу. Симпатичная такая. Это что-то не похоже на аджику. Какая-то она... Ну нет, аджичка. Все, погнали. Слушай, удивительно. Я сейчас хочу попробовать еще без плова. Но... Вообще... Не, хотел сказать чуть-чуть суховато мясо. Жестковато. Но нет. Нет, все-таки хорошее мясо. Безжил они используют. И нарубают ровно так, чтобы вот оно хорошо приготовилось. Вкусные манты. Не best of the best, наверное. Вот, то есть, мне кажется, лагман здесь у них реально изумительно топовый. Очень круто приготовлен. Манты обычные, но хорошие. Чуть-чуть немножко странно, что несмотря на то, что ничего не высохло, но все-таки ощущение легкое. Вот, как будто бы не хватает, знаешь, вот бульона, что ли. Я понимаю, что это не хинкали, и бульон это хинкали. Здесь все-таки немножко другая история. Но вот чуть-чуть не хватает не сочности, а влажности. Вот влажности не хватает. А так очень вкусно. Нет, по специям, по явно хорошему мясу и круто приготовленному тесту. Все окей у ребят. Стоит недешево 300 рублей за три мантышки. Не очень большие. Дороговато. То есть, все блюда у них дороже 100 рублей за 100 граммов. Ну ладно, что ж, вы все ждете плов. Наверное, все-таки мы про плов здесь, поэтому давайте. У меня два вида плова. И по большому счету, по этим двум видам плова, мы сможем сделать полный вывод о том, как ребята готовят плов. Вот этот плов праздничный. Смотрите, тут орешки нута. Тут говядины куски. Тут у нас рис. Они используют рис лазер или лазер. Не знаю, как правильно говорить. Желтая морковь. Вот она, да, смотри. Красная морковь. Ну, естественно, лук, наверное, курдюк. Вот все, что используется для зирвака. Да, это вот соус, который потом впитывается в рис. То есть, основа, как говорят, душа плова. Да, это вот вкусно приготовленный зирвак. И здесь, я думаю, что у них все окей. Хотя рис довольно беленький. То есть, мне кажется, тут много мяса. Слушай, вот по сравнению с тем же, что мы там, с лагманом, здесь мяса гораздо больше. Давай взвесим. Я, правда, пару рисинок уже позволил себе. Ммм, вкусно, кстати. Кстати, вкусно. Плов праздничный. 250 граммов должно весить эта штука. О! Вот это от души. Смотри, давай сразу взвесим плов чайханский. 280 граммов, а должен он весить 250. То есть, тут тоже до вес. Чуть более богато, конечно, устроен праздничный плов. Давай попробуем. Здесь еще изюм. Изюм? Ммм, что это за изюм такой? Узбекский темный изюм. Подожди, я еще хочу найти этот изюм. Так нельзя делать. Нельзя мне сейчас дать попробовать самый вкусный изюм в моей жизни. И больше мне не положить. Фу, я нашел еще два изюма. Подожди. Ты знаешь, я сейчас съел просто вот этот изюм. И прямо четкое ощущение, как будто я съел виноград. Но который вкуснее винограда в два раза. Это что? Подожди. Мягкий, сочный, разваренный, вкусный изюм. Серьезно? Я сейчас про изюм говорю? Вкус? Про изюм сейчас рассказываю. Ты понимаешь? Дорогой мой зритель. Все возмущаются, что я на ты обращаю. Классный такой сочный. Ну, как можно сказать? Сочный, высушенный изюм. Это же не правильно так говорить? Ладно, давай мясо попробуем. Короче, пока впечатлился. Так. Говядинка. Нормальная. Мягкая говядина. Без восторгов, но вкусная говядина. Давай сам плов. Вообще плов надо ложкой есть. Чего я себя обманываю, блин? Берешь ложку и точишь. Все вместе. Слушай, ну, я не знаю, существует ли такая модель вообще плова, как праздничный. Или ребята из плов.com. Сами придумали это название. Вот. Но у меня ощущение, честно, вот от этого плова, что он вкусный. Все. То есть, вот, не сухой. Классно приготовленный рис, такой рассыпчатый. Мягкое мясо. Какие-то сладкие вот эти вот попадалочки, да? Там в виде изюма, в виде морковки. Это прикольно. Но полноценного ощущения, что это вот классический плов, и он такой должен быть, у меня нет. То есть, вот чего-то в нем не хватает. Может быть, каких-то ароматов, там, зиры, ну, вот, кориандра. Может быть, что-то не хватает в плане ощущений. То есть, я воспринимаю это не как плов, а как мясо с морковкой и с рисом. Вот так вот я воспринимаю этот плов. Как будто бы здесь вот нет вот этого фирменного как раз соуса зирвак, который делает из плова плов. Вот в этом плове такие ощущения есть. Тот плов стоил 350 рублей, этот плов стоит тоже 350 рублей. Смотри, ну, вот он, он уже похож на плов. Мне нравится. Цвет такой желтенький. Видишь, рис, то есть, впитал цвета моркови, да? Тут морковка. Тут... Что вот это вот, непонятно, кстати. Тут баранина. Это уже тоже плюс этому плову. Довольно много мяса они кладут. То есть, пропорционально вот рису мясо тут хорошо наложено. Там еще внутри. Вот. То есть, такой нежлобский абсолютно плов. Здесь уже мы видим, что нет там какого-то барбариса вот этого, вот нута вот этого всякого вот непопулярного. Хотя вот изюмка попадается. Вот он. Вот она, изюмка. Какой-то несморщенный. Он такой прям... Как будто... Как будто какой-то маленький бочоночек, видишь, с соком внутри. Вот поэтому, видимо, он отличается от привычного изюма. Я хочу сначала просто вот риса зачерпнуть. Слушай, вот это плов, серьезно. Вот до этого это было, ну, что-то типа... Не совсем плов как будто бы, а это прям вкусняшка. Очень круто приготовлено. И вот, кстати, вот здесь уже чувствуется, и зира чувствуется, и чувствуется, знаешь, какая-то чесночность такая. То есть, ну, как будто бы здесь... Ну, его готовят, видимо, вот головки чеснока срезанные кладут при приготовлении, и вот он пропитывает. Мягкая баранина. Вкусный пропитанный рис. Жирное, классное блюдо. То, что мне нравится. Я небольшой фанат плова. Ну, когда плов приготовлен вкусно, а его реально хочется доесть. И вот это один из тех вариантов. Круто сделано, пожалуй, плов чайханский он называется. И его можно смело брать. Он прям true-tru настоящий плов. Плов праздничный, чуть менее какой-то настоящий, аутентичный, что ли. Хотя видов плова бессмертное количество. И вот, кстати, смотри. Вот если бы мы добавили... Это конская колбаса. Кызы, да, называется, по-моему, правильно? Так, козы. Козы, правильно называется. Вот если бы мы сюда добавили бы вот этой вот колбасы и перепелиных яиц, этот бы плов превратился... Что я хотел сказать? Шаман плов. Не шаман плов, а хан плов. Ханский плов. Я не знаю, кто главнее вот шах или хан. Но вот я знаю, что есть шахский плов. Это который готовится в лаваше, да? Такой в виде пирога, что ли. Плов перевертышей, наверное, по-другому можно назвать. То есть, когда хрустящая корочка, все это запекается. И вот, ну, то, о чем я говорю, вот, у этих ребят называется хан плов. Наверное, шах плов, он все-таки более, типа, крутое, а это другое блюдо. Вот. Ну, тем не менее, ладно, в общем, вы поняли. Вот этот вот чайханский плов клевый. Я подозреваю, что такой же только усовершенствованный хан плов, он тоже будет клевый. Давай уж, раз мы говорили, заговорили про козы, давай козы и попробуем. Идет козы рогатая, да? Деликатес из конины, сваренный с добавлениями ароматных трав. 100 граммов должен весить. Здесь, конечно, они поднакидали, блин, лука еще, да? То есть, тут колбасы-то не так-то много. И то недовес. То есть, даже с учетом лука, тут капец, как они не доложили. Почему они положили так мало козы, я не знаю. Конская колбаса. Ощущение, что она сделана из просто куска мяса, не покидает. То есть, это просто кусок мяса, как будто может вырезка. Хотя у коня не может, наверное, быть такая маленькая вырезка. Ну, тонкая, я имею в виду, примерно как свиная. Ладно, давай попробуем. Мясо довольно мягкое и довольно влажное. Слушай, я, по-моему, конину первый раз в жизни ем сейчас. Удивительно, не сухое мясо. Оно приятно влажное и клевые консистенции. Но оно чуть-чуть пересолено. То есть, прям соли много в нем. Слушай, ну, вкус у конины, он свой. Я не знаю, сейчас, наверное, казахи-узбеки ржут надо мной. Потому что для них, ну, мясо и мясо, для меня все-таки это новый какой-то вкус. И, знаешь, я сравню, наверное, конину. Вот если, ну, с чем? Ну, с говядиной, да, естественно. С коровой сравним. Я бы не сказал, что конина жестче. То есть, по структуре, в принципе, она очень похожа на говяжье мясо. Но по вкусу это как будто бы, вот как утка отличается от индейки и курицы, да. Вот так же конина отличается от бараньи. То есть, у нее как будто ощущение... Паштетной печеночности такой вот, знаешь, вот есть. Серьезно, это очень вкусная колбаса. Она ароматная очень. Она не сухая. То есть, она сочная, не сухая колбаса. И это клево. И, честно говоря, вот в данном случае я обломан. Потому что, если бы мне положили бы еще недостающих вот этих 30 граммов кусочков мяса, я был бы довольный. Потому что мне это вкусно есть. Не знаю. 450 рублей. Это очень дорого для... В принципе. Но мне, пожалуй, не жалко, что я сейчас потратил 450 рублей, чтобы попробовать... Чтобы попробовать конскую колбасу. Хотя мне как-то привозили. Мне, кстати, из Саранска привозили как-то конскую колбасу. Коллеги, я раньше когда-то в банке работал. И вот коллеги из Саранского филиала привезли. И мне что-то она не зашла вообще. То есть, ну, она какая-то была там... Как раз выглядела она так, как будто не должна быть сухой и... Сухой и все. Потому что там жирок был, такие прослойки. Ну, как вот краковская. Типа так она выглядела. Но по факту она была сухая. Реально ее резать было невозможно. Жевать было как вот... Ну, как джерки, короче. Не зашла абсолютно. Вот. А это вкусное. Ладно, ребятушки. Ну, в общем, все. У нас остался. Во-первых, морс. Да, я запью. И вот запивать ее не хочется. Но я запью, чтобы попробовать просто напиток. 120 рублей. Ягодный морс. 0,33. Клюквенно-черносмородиновый. Ощущение, что он маленько это подзабродил уже. Хотя мы утром заказывали. И это очень странно. Никакой отметки, когда разлили, нету. Но, блин, есть подозрение, что разлили не сегодня. Возможно, вчера или позавчера. Чуть-чуть вот есть забродившие... Ощущение забродившей смородины. Ладно. У нас еще шурпа есть. Вот шурпа это официально суп. То есть шурпой у меня никогда нет вопросов по классификации к тому или иному виду блюда. Это та самая шурпа, которая открылась, а потом не закрывалась без проливания. У шурпы куча названий, ребят. В каждой стране шурпу называют то чурба, то шурба. Короче, не поймешь. Смотри, тут крупноформатные овощи. Тут довольно наваристый бульон. Тут большой кусок мяса. Один, смотри, здоровенный какой язди. Вот. И много бульона. То есть такой суп, типа, блин, разделывай сам. Я не понимаю такой формат. Шурпа с говядиной. Хотя, опять-таки, вот как по мне, так, наверное, с барайной было бы лучше. Тут горох нут, крупно нарезанный картофель. Да, можно сказать, почти не нарезанный картофель. Я не вижу нута здесь. Болгарский перец, красная морковь, лук, зелень, укропа, базилика. Короче, здесь... Нет, вот я нашел один нут, как минимум. Ну, очень странный. Я не знаю, шурпу не понимаю. Один шмат мяса и бульончик. Очень вкусный ароматный бульончик, давай скажем так. Это странно. То есть, как есть? Вот я съел морковку. Ладно. Ну, допустим, я взял и откусил половину картошки. И мясо, да? То есть, как я это должен? А мясо, видимо, я должен вилкой. Вот так вот наколоть и жевать, что ли. Ммм, посмотри, какая говядина. Ммм. Очень клевая говядина. Ну, такая, правильная, как в супе, как мама готовит. 240 рублей. Не знаю, бульон вкусный. По отдельности, все хорошо сварено, все вкусно. Мясо мягкое. Но, в целом, ощущение, как бы, полноценного блюда не складывает. Вот. Закрыл, смотри. Отхлебнул немножко и уже что-то дозакрылось. Короче, шурпа не зачет. Мне не нравится такой суп. Я бы его заказывать бы не стал. Вот, лагман в плане ароматов, в плане, вообще, подачи, удобства поедания. Несмотря на то, что он очень жирный. Если уж что-то ты ляпнешь себе, так у тебя пятно на века останется на твоей рубашке красивой. Ну, вот. Но, тем не менее, как бы, риск стоит того, потому что лагман у них действительно вкусный. Шурпа ни о чем. Шурпа ни о чем. Скучный, скучный, ни о чемный. Фрукт. В общем, так, ребята, мы, в принципе, все попробовали. Мы попробовали все. И, по большому счету, все понравилось. За исключением. Разочаровал морс. Разочаровала шурпа. И не очень впечатлил вот этот праздничный плов, который как будто бы и чуть-чуть не доплыл. Ну, и салат как бы. Унылый салат. Но его нельзя винить за это. Там, как минимум, хорошие помидоры. Хотя могли оказаться плохие. В остальном, настоящий плов очень вкусный. Колбаса конская порадовала. Самсы и манты тоже не прикопаться. Все. Выставляем оценки. В целом, достойное место. Оценка. Ребят, вот такая вот оценка. 71 балл. Это не то, что плохая оценка. Нет, вы не подумайте. Ну, просто объективно, да, здесь, смотри, здесь реально есть вкусные штуки. Есть штуки, которые не, как бы, не очень. И в целом ощущение, что все штуки и вкусные, и не очень, они не стоят своих денег. Плов очень дорогой. Несмотря на то, что там, да, есть мясо, но там рис, блин, рис это дешманская штука. И мясо там не столько, чтобы оправдать цену в 450 рублей, черт подери. Поэтому и такие оценки. Цена я поставил 2, потому что это дорого. Вкус, качество, вне всяких сомнений. Высокая оценка, 4,5 балла. Повторяться не буду, вы поняли, что понравилось, что не очень. Соответствие 3. Тоже тенденция такая, звоночек, что везде чуть-чуть, да не довешено. Не пойдет. Сервис 4. В принципе, кроме, там, маленького количества салфеток, которые катастрофически закончились, даже попробовав просто по чуть-чуть, их уже нет. В остальном все окей, поэтому небольшой бальчик снимаем, полбалл точнее. Скорость 3. Тут вопрос даже, наверное, немножко вот это... Обычно я просто за скорость ставлю оценку информативно. Ну, то есть, там, пироги, например, везут, как правило, там, по 4 часа, иногда могут 5 часов. Но это пироги, тебя заранее уведомляют и так далее. Вот. Поэтому эта оценка исключительно для того, чтобы вы могли себя отфильтровать, там, допустим, у нас на сайте, на pokushewarim.ru, что быстрее всего возят, да. Здесь 3 немножко ай-яй-яй, потому что обещали вот за это время, привезли позже, минут на 20-30. Нехорошо. Мы, конечно, переживем, но это не очень хорошо. Лучше уведомлять, стараться. Вот. Температура 4, и лайк я от себя поставил. Слушай, ну, серьезно, то есть, если я хочу лагмана или плова, я у них закажу. И, пожалуй, я не знаю, я, возможно, сумасшедший, но я, наверное, еще за 450 рублей закажу себе этой колбасы, черт. Она очень вкусная, правда. В целом, тема доставки плова, мне кажется, это очень хорошая штука. Не из ресторанов, а вот именно в специализированных таких штуках, типа плов.ком. Но плова тогда надо больше видов, потому что тут по факту всего 2 вида плова. И один из них, который обычный человек не купит, а, видимо, только на кейтеринг, да, вот вегетарианский. Вот. Потому что казан надо от молекул мяса отмыть, чтобы в нем же не приготовишь, по идее. Кстати, вот интересно, как они готовят вегетарианский плов в том же казане. Наверное, и казан, наверное, должен быть особый какой-то для него выделен. В общем, вот такие вот дела. В целом, любопытно, но есть, как бы, вот нюансы. Спасибо за просмотр. Плов.ком в целом рекомендую. Ну, а дальше сами решайте. Я... Блин, вкусная колбаска, например. Душа. Всем пока. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр.